Так сложилось, что в воскресенье, понедельник, мы с Сергеем Притулой были в районе Луганской области. И проезжая практически по линии соприкосновения, мы общались с разными людьми, то есть с теми, которые ездят и туда, и сюда, и те, которые живут на нашей территории, и те, которые вынуждены жить там. Масса разных мнений, нет однозначности. Но есть одна интересная вещь, которую мы подметили. И ездя по всей области, мы слушали в основном либо российское радио, либо в нескольких местах мы слышали армия ФМ. Пару мест. Это хорошо, что там есть армия ФМ. Все остальное, это русские волны. Привет, браток, Подмосковье, любые, и все остальное. Для начала, надо говорить не только о том, как будут относиться. Нужно же создавать какой-то фон, чтобы к нам относились. Информации нет. Рублевая зона уже есть. Давайте откровенно говорить, там реальная рублевая зона. Это реальная проблема. Следующее. Откуда люди берут информацию? Люди берут информацию из СМИ. Как сказал один журналист, в основном, грубо говоря, масса людей, это те, которые любят телевизор и пиво. Телевидения тоже нет. Когда в Авдеевке запустили свет, знаете, какие два канала появились первые? Оплот и Новороссия. Все. Я прошу прощения, там нет ни одного украинского канала, ни одного украинского канала. О чем мы говорим? Поэтому прежде чем говорить о том, как повлияет блокада, нужно понимать, что информационно мы не представлены на этой территории никак вообще. Мы теряем связь. И самое ужасное, что на сегодняшний день звучит масса политических заявлений, которые не подкреплены никакими реальными делами. И это чревато. Чревато не только потерей территории, а именно наших граждан, которые теряют связь с Украиной. Продолжение следует...